Доброго времени суток! Я рада, что вы снова привнули к телеэкранам, ведь сегодня на фабрике рукоделия мы познакомимся с уникальной технологией создания картин. Автор этой технологии у нас в гостях. Знакомьтесь, Мария Дождь. Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с техникой цирпус на примере декоративной композиции. Наша картина будет из такого растения, как камыш, правильно? Правильно, но не совсем. Я называю камыш по-латыни цирпус. Мы используем стебель. Он разное время года, разного цвета. Если его собирают летом, то он имеет зеленоватые оттенки. Это уже будет осень, коричневый. Если мы собираем зимой, то он серый, меняет свою структуру. Именно серый в цирпус подается окрашиванию, поскольку у него уже изменена структура. Ну, в любом случае, даже вот такие природные цвета, это уже многообразие оттенков. Начнем мы именно с зеленого, который заготавливается летом. И начнем мы резать с основания. Для того, чтобы резать растения, нам понадобится лезвие. Лезвие не крошит камыш, им удобно работать. А канцелярский нож не подойдет? Я пробовала, он не подходит. Он крошит растения, и работы некачественные получают. Берем лезвие и режем под наклоном. Делаем наклон как можно больший. Заготовленный камыш зеленый мы в общую кучку складываем. Теперь мы приступаем к нарезанию серпуса другого цвета. Мы берем зимний серпус и нарезаем его теперь не под углом, опрямо. А какой величины должны быть наши заготовочки? 5 мм. Нарезали два вида камыша, теперь нам третий нужен. Теперь нам нужен третий, именно конкретно белый внутри. То есть мы еще используем цвет внутренности растения. Как найти белый камыш? Какое-то время года должно быть? Самый светлый цвет внутри камыша бывает как раз таки летом и только наверху. Как нарезаем? Перпендикулярно или по диагонали? По диагонали. Посмотрите, какие интересные срезы у нашего камыша. У этого плотный, а у этого тонкого пористый. Мы взяли рамочки, у нас внутри обычный картон. Картон. Поскольку формат небольшой, то картон как раз таки подойдет. Рисунок будет схематичным. Рисуем круг от руки и делаем две дуги. А сейчас мы берем клей. Какой-то клей особенный нужен? Он достаточно крепко приклеивает растения, то есть на века. Это клей потолочный обычный, да, для плитки? Да, потолочный. В строительных магазинах продается. Мы берем сначала огромные наши диагональные заготовки из этого камыша. Которые первые, да, самые нарезали? Да. И приклеиваем слегка, нажимаем на клей. И так важно, чтобы у нас края заходили на раму. И таким образом наклеиваем весь круг. Можно по настроению. Круг готов. О, отлично! Здорово получилось. Дальше? Так, в центре мы уже используем другой. Церковь. Мы берем летний и белый внутри. И так же выкладываем круг. Для удобства работы с мелким материалом нужно использовать иголку. Мария, а как давно и при каких обстоятельствах вы открыли для себя вот это нестандартное применение камыша? Где-то лет так уже 15-20 назад меня познакомила с этим растением художница Овсяникова Раиса Вячеславовна. Она сама плетет из камыша. А я вот пошла таким путем. Я прошла огромный исследовательский путь. Изучила этот материал в живописи. То есть камышом с сырпусом можно рисовать? Конечно же. Природными оттенками я выполняла шедевры знаменитых художников, как Сарьян, Фальк. Портрет можно нарисовать с сырпусом? Да, у меня есть такой опыт. Я делала двойной портрет мужа с женой. В технике сырпус. За время увлечения камышом много картин уже успели создать? Немного, но все они наполнены смыслом. У меня такие работы есть. Удивительные, например, падение вращающегося куба. Или скажи о... Самая большая картина из камыша. Какого она была размера? Где-то полтора на два метра. Действительно, очень необычно работать с камышом. Вот что у нас уже получается. Дальше, как украшать будем наше панно? Дальше мы переходим к диагоналям. Давайте обратимся к своей душе. И сделаем так, как нам хочется. Да, так, как хочется. То есть фантазируем. Наша главная задача заполнить пространство на картинке, чтобы бумага была видна как можно меньше. Если мы ставим такую цель, то да. Но можете оставить картон, если вам так понравится. В принципе, картон у нас серого цвета, не белого. И так вписывается очень даже органично. Создавать картины из камыша это очень увлекательно. Понравилось взрослому, а уж ребенку и тем более понравится. А остановиться просто невозможно. Тем более, что вариантов сочетаний заготовок великое множество. Камыш можно нарезать не только поперек, но и вдоль. И приклеивать целыми трубочками. Пересмотреть уникальный мастер-класс «Мария и дождь», как и любой другой мастер-класс в рамках фабрики рукоделия, всегда можно в интернете. К вашим услугам сайт телекомпании ТВИН, а также наша группа в социальной сети. Вступайте в группу, добавляйтесь в друзья и становитесь участниками нашей программы. А новая фабрика рукоделия, как всегда, ровно через неделю. Счастливо! Творите, получайте удовольствие, творчество. И до свидания. Знаете же, да, растет вкусный мук, там все говорим. Так, все. Давай еще раз вопрос. Мой другой вопрос. Другой. Пожалуйста, посмотрите. Вот она. Нет, Ваша. А, да? Я не знаю, говорите ты или нет. И тем самым она освобождает и нас, и зрителя от устойной нагрузки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова